Шепелева Сергея Александровича Шепелева Сергея Александровича 1991 года состоялся всесоюзный референдум, на котором практически 80% нашего советского народа сказало свою волю. Союзу СССР быть! Всесоюзный референдум имеет высшую юридическую силу и подлежит к исполнению всеми руководителями союзных республик. И изменен или отменен может быть только новым всесоюзным референдумом. Значит, юридически наш Советский Союз жив, а все действия, которые проводились в дальнейшем вопреки воле всесоюзного референдума, являются преступлением и изменой Родине. Ельцинская банда в 1991 году с помощью вооруженного Майдана и Госдепа США захватила власть. Наша страна находится в жесточайшей оккупации. На всей территории Советского Союза с этого времени, как и во время нацистской Германии, когда она оккупировала советские территории, начинают выдавать аусвайсы. Нам в Крыму здесь повезло, в кавычках, дважды. Потому что фашистский киевский режим выдавал нам аусвайсы с трезубцами и вилками. И сегодняшний режим нам также выдает и с непонятными птицами. Но все мы, граждане СССР, никто из нас не отказывался от советского гражданства. И сегодня мы, советские люди, заявляем, что наша Родина СССР, что наше знамя, красное знамя Победы, а не Власовская. Что наш паспорт, красный паспорт с гербом СССР, а всем тем, кто сегодня не снял еще розовые очки со своих глаз и черпает информацию только с масонских телеящиков. Я хочу напомнить следующее, что именно сегодняшний режим запустил базу НАТО в Ульяновск. Что именно сегодняшний режим раздает сотнями тысяч гектаров наших советских русских земель Китаю и стратегические острова. Что именно сегодняшний режим строит Ельцин центры фашисту и кровавого убийцы Ельцину. Что именно сегодняшний режим положил, ликвидировал и положил сырую землю настоящих русских советских патриотов, таких как Лев Роклин и Виктор Ильюхин. Что именно сегодняшний режим на каждые праздничные мероприятия закрывает фанерными конструкциями мавзолей великого вождя Ленина. Что именно сегодняшний режим держит в клетках по сфабрикованным делам настоящих русских патриотов и героев. Таких как Владимир Квачков, Кирилл Барабаш, Юрий Муркин, Валерий Барфенов, Александр Соколов и многих других. И сегодня еще раз напоминаю, что главная задача каждого советского человека сделать все возможное, чтобы выбросить олигархических крыс из Кремля. Чтобы возродить нашу великую советскую страну, созданную для человека труда, человека созидателя. И еще потому, что только в единстве наших братских народов победителей может быть наша сила, наше достоинство, наше величие и наше будущее. Из последних сил смертного андра, подымись, воспрянь, матушка страна, цепи для рабов, уты для скотин. Или мы умрем, или победим. Да здравствует русское и советское сопротивление. За родину со Сталиным вперед!